Моторленд Респект это автомобили с пробегом, проверенные технически и юридически. На сайте emailrespect.ru представлены все предложения, среди которых можно выбрать соответствующий вашим предпочтениям вариант. Моторленд Респект гарантирует полную исправность всех автомобилей. Важным плюсом салона является представление возможности купить БУ-автомобиль в кредит. Ребят, всем привет! Сегодня мы снова в компании MailRespect. И взяли мы на обзор и на легенький тест-драйв автомобиль Nissan Qashqai. Nissan Qashqai в общем-то народ в отзывах любит. Пишет только хорошие вещи за исключением одной. Это вариатор. Вот собственно по вариатору мы сегодня и поговорим. Естественно в рамках этого автомобиля. То есть поговорим сейчас какие косяки, на что люди жалуются, на что люди не жалуются, чем довольны, чем недовольны. Кстати, ребят, перед началом обзорной экскурсии по этому автомобилю, могу сказать, что по промокоду автотут в компании MailRespect вы получаете скидку 10 тысяч рублей. На любой автомобиль с пробегом. Ну а теперь давайте ознакомимся с отзывами, которые пишут автовладельцы. Живые настоящие люди, живые настоящие автомобили. Вот, например, автомобилю 5,5 лет, 91 тысяча километров. И что было заменено, скажем так, за это время? На 30 тысячах замена лобового стекла. Родное стекло просто полное говно. Было все в сколах, поменял показка. На 45 тысячах замена верхней подушки двигателя. На 55 тысячах ремонт рулевой рейки. А вот это уже, честно говоря, не очень хорошо. И это не единственный отзыв, который пишет про рулевую рейку. На 70 тысячах замена задних втулок стабилизатора. По отзывной компании ремонтировали рулевое колесо. Шумоизоляция, а не фонтан. Ну, опять же, смотря с чем сравнивать, хотя очень многие люди пишут именно про это, что шумки здесь не хватает. Конструкция боковых стекол такова, что по трассе очень быстро они загрязняются. И издевательское расположение фильтра салона. Для того, чтобы его заменить, нужно снимать пластиковую обшивку. Педаль газа, электромоторчик кондея. Свечи зажигания расположены таким образом, что самому их поменять фактически нереально, ибо нужно разбирать полдвижка. Также из минусов лакокрасочное покрытие царапается буквально ногтем. Машина была черного цвета. Ну, здесь опять же, может быть, черный цвет сыграл злую шутку с владельцем. Из плюсов могу отметить экономичность, достаточно неплохую динамику, если ездить одному. Ну, если ездить одному, то, в принципе, и АК нормально разгоняется. Ключ на старт. Проверим сейчас весь негатив про этот автомобиль сами. Или опровергнем это. Итак, вариатор. Беступенчатая трансмиссия. Которая, правда, эти самые ступени, последние, во всяком случае, вариаторы, они, эти самые ступени, стараются активно имитировать. Потому что очень много людей существует, которым не нравится вот такой вот плавный разгон. И особенно момент, когда вариатор, то есть, когда обороты двигателя застывают на одном положении, а вариатор там, соответственно, меняет. Изменяет передаточное число, и машина разгоняется. Ну, да, это немножко неприятно. То есть, это называют таким эффектом троллейбуса. Вопрос. Сколько, в принципе, ходят вариаторы? Здесь подназначенного ответа нет. Все будет зависеть от стиля вождения, от того, обслуживали вы коробку или нет. Хотя, сам Nissan говорит, что обслуживать ничего не нужно. Ну, опять же, компания Nissan невыгодна, понимаете, чтобы вы реже приезжали на замену коробки передач. Ну, то есть, в данном случае, вариатора. Итак, если вы планируете автомобиль использовать как гоночный, любите уезжать со светофора первым, то тогда ваш ресурс составит около 120 тысяч километров. Если же вы будете ездить спокойно, то свои 150, а может быть, немножко больше, вариатор отходит. Что нужно сделать, чтобы вариатор ходил дольше? Ну, во-первых, менять в нем все-таки масло. То есть, первый раз рекомендуют поменять его на 60 тысяч километров, потом через каждые 30. Когда вы выбираете себе автомобиль с вариатором, то прежде всего смотрите, чтобы автомобиль обслуживался у официалов, и чтобы в полях сервисной книжки были отметки о том, что менялось масло. Или попросите заказ снаряда, в которых, соответственно, будет это все отражено. Что делать, если вы попали на ремонт вариатора? Ну, соответственно, выкладывать бабло. То есть, ну, это будет стоить порядка, там, 50 тысяч рублей, опять же, там, смотря что. Если же потребуется замена вариатора, то готовьтесь выложить, там, 250-300 тысяч рублей. Опять же, почему нужно обслуживать вариатор у официалов? Потому что не во всяком сервисе есть специальное оборудование для того, чтобы вот эту самую коробку промыть под давлением. Опять же, если вы покупаете автомобиль с пробегом больше 100 тысяч километров, то готовьтесь к тому, что в вариаторе нужно будет поменять цепь, диски. Соответственно, все это обойдется тысяч в 25. Еще неприятный момент, который касается Nissan Qashqai. Здесь очень легко сматывается пробег. И, соответственно, у нас остаются только какие-то косвенные признаки, по которым можно его определить. Это всякие вот износы руля, потертости на педалях газосцепления, общие потертости салона. Ну, вот, допустим, этот автомобиль, в общем-то, выглядит на свои 100 тысяч. То есть здесь, ну, только на руле вот есть немножко потертостей. По салону все отлично, педали не затертые, пластик по салону более-менее ухоженный. Еще момент. Диагностировать неисправности вариатора достаточно сложно. То есть если вы берете традиционный автомат, он, соответственно, может там пинаться, пихаться там и так далее. То есть это, в принципе, можно как-то заметить. Вариатор, он может ездить, 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 а потом раз и внезапно умер. Итак, напомню, у нас сегодня автомобиль с пробегом 100, 2, 1000 километров. И сейчас мы будем пробовать его на разбитой, плохой дороге. И, соответственно, либо подтвердим, либо опровергнем слухи про то, что подвеска здесь гремит. Вы знаете, ну, да, немножечко, не сказать, что прям сильно громыхает, но немножко есть. Если будет скорость чуть повыше, я думаю, пробоя не избежать, но в целом для городского кроссовера вполне. Что меня очень удивило и порадовало в том числе, в принципе, по большому счету, к подвеске как раз нареканий у владельцев особо нет. Опять же, если мы выбираем Qashqai, то можно приобрести автомобиль с передним приводом, можно автомобиль приобрести с полным приводом. И здесь, опять же, владельцы полноприводных автомобилей иногда, а может быть достаточно часто, выезжают на природу. Но, опять же, если есть фаркоп, может быть таскают прицепы, на этих прицепах, может быть, возят квадроциклы или еще что-то. Но, то есть, если мы приобретаем автомобиль полноприводный, такой вот, как у нас сегодня на обзоре, вариатору как таковому бездорожье и таскание прицепов противопоказано. Поэтому, если автомобиль эксплуатировался именно вот так, то, наверное, лучше избежать покупки. По поводу шумоизоляции. В целом, кстати, ничего особо не гудит, не визжит. Не хватает только шумоизоляции, ну, как мне кажется, колесных арок. По поводу работы вариатора. Вот при сбросе газа что-то подгуживает. А газ в пол? Вполне себе. Мягкий, ровный, напористый такой разгончик. Ну, нормально. Но при торможении опять что-то подгуживает. А вот отзыв, который касается как раз автомобиля с вариатором и двигателем 1.6 литра. Владел Qashqai почти 3 года, покупался в салоне 117 сил, вариатор, комплектация SE+. Пользовался авто очень аккуратно. Через 2 года обшивка сидений и кожаная оплетка руля стали выглядеть лет на 10. Главная проблема была вариатор. С пробега примерно 12 тысяч километров он то поддергивался, то гудел как-то необычно. В салоне вылупали глаза и говорили, что я единственный чуть ли не в России, кто о проблемах с вариатором говорит. Говорили, бензин плохой, сбои в электронике и другие причины. Когда я уже начал долбать официальных дилеров с пробега примерно в 30 тысяч километров, я узнал, что такие как я в очередях по 7 месяцев стоят и что их полно. Согласились поменять только после годовой борьбы с ними. Писал даже в Москву и в Японию. Короче, из трех лет я радовался покупке несколько месяцев. А все остальное время, садясь за руль, я проклинал тот день, когда я связался с этим Ниссаном. В 55 тысяч мне вариатор все-таки поменяли. После признания официальным дилером, что вариатор не в порядке, и после его замены, выдавая мне авто, еще и высказали, что я якобы шумахер гонял и уложил их сверхнадежный вариатор. Что там народу у нас не нравится? То, что не очень эргономично, да нет, все вполне. Не хватает места для мелочей, вот два подстаканника, бардачок и так далее. То есть, мне кажется, что всего здесь как раз достаточно. Есть, естественно, и более позитивные отзывы, например, как эта. То есть, у ребят во владении сразу два Кашкая. Напомню, за три года 85 тысяч ничего не случилось. В оба авто льем исключительно Ай-95. На обеих машинах стоят родные катализаторы. Нет даже намеков на их усталость. В авто ничего не гремит, не стучит. Все как и должно быть. А оба автомобиля радуют своей неприхотливостью. Еще один негативный отзыв. Опять же, касается вариатора. После трех месяцев вылез плавающий косяк. Периодически машина начинала трясти на скорости 60-80 км при медленном наборе скорости. Забегая вперед, скажу, что это оказался массовый косяк на Кашкае. Три недели тому назад трясти при наборе скорости стало постоянно. И машина была сдана в ремонт в Ниссан. Вот тут и начинаются чудеса на букву Х. Почему на букву Х, непонятно. Во-первых, не дали подменную машину, хотя, скорее всего, идет замена вариатора. Во-второе, данные с компьютера могут расшифровать только через представительство. А это время. И, наконец, в-третьих, решение о ремонте принимает сотрудник, который сейчас в отпуске. А без него никто ничего не решает. Никакой взаимозаменяемости у них нет. Нет. Чем история закончится, непонятно. Машина стоит, делаю план московскому такси. Не покупайте Ниссан, не играйте в русскую рулетку. Все-таки назвать подвеску прям совсем тихо я не могу. То есть что-то где-то там прякает, тряпежит. Ну, в общем, и не громкое, и не тихое, нечто среднее. В целом, пока автомобиль не попадает в ямы, машина воспринимается такой, даже мягкой, я бы даже сказал. Следующий человек уже пишет про то, что подвеска издает какие-то стуки постоянно, причем все в порядке, смотрел и сам, и на СТО. Пишет, что машина не очень хорошо рулится на скользкой дороге, не очень, скажем так, стабильно себя ведет. И расход топлива по компьютеру зимой 15-16 литров. В реале где-то рядом, может быть, на литр меньше. Про автомобили с механикой, в принципе, говорить особо нечего. То есть ездят без проблем, не ломаются. Есть там какие-то замечания владельцев к педали сцепления, что-то там не так работает. Но, опять же, это не массовые, то есть единичные какие-то случаи. Очень много владельцев рекомендует сразу после приобретения автомобиля поставить решетку дополнительную перед радиатором. Ну, чтобы всякий мусор туда не летел, потому что там очень большие соты, они забиваются. Честно сказать, я очень давно не ездил на Кашкай этих лет. И воспоминания немножечко затерлись. Мне все-таки как-то казалось, что автомобиль более такой жесткий и более такой дребезжащий, неприятный. Хотя вот сейчас я еду и меня абсолютно все устраивает. Неплохой, неуезженный автомобиль сейчас на рынке можно приобрести где-то тысяч за 600 рублей. Ну, вот, допустим, этот вариант стоит 599 тысяч рублей. 2 литра, кондиционер, подогревы сидений, полный привод и вариатор. Ну, по вариатору-то мы с вами уже все поняли, что главное это его вовремя обслуживать. Если его до этого вовремя не обслуживали, не меняли масло, плюс ездили достаточно активно, лучше от такой покупки воздержаться. Ну, опять же, работа у меня такая, то есть я в, скажем так, в общем море позитивных отзывов, естественно, искал какой-то негативчик, чтобы рассказать его вам, потому что, ну, это интересно. Неинтересно, когда человек пишет, что у него все классно, он отъездил 100 тысяч и все такое. А вот, например, срок эксплуатации 4 года, пробег 93 тысячи километров. Подводить Кашкай не подводил, но по мелочи просто ***. Первое. Форсунки стеклоочистителя. Первые три года все шло как по маслу, но потом перестали нормально брызгать. Второе. Постоянно глючит и не открывается ни снаружи, ни изнутри левая задняя дверь. Бесит. Третье. Оторвалась сабля пластиковая на крышке багажника снаружи. Да-да, именно там, где висит камера заднего вида и кнопка багажника. Как и почему они сделали ее такой плохой, мне в голову не приходит. Причем отломались клипсы и пришлось покупать новую. Как, черт возьми, они сконструировали автомобиль, что, по сути, то, что служит ручкой открытия багажника, держится на соплях, я не в силах понять. В итоге за все про все с покраской 5000 рублей. Четвертое. Сидения. Это вообще отдельный разговор. Для кого они их сделали, для меня до сих пор секрет. Но не для людей точно. Во мне 190 рост, вес 85. Я реально охреневаю, когда еду на них больше двух часов. Пятое. Салон. Тоже удостоится внимания. Вроде все так стильненько, классненько, прикольные воздуховоды. Но только вот не эргономично ни разу. Не положить ничего под руку. Только два ссаных подстаканника. И все как так. На самом деле здесь есть слева такие достаточно большие вместительные кармашки. Вот здесь ничего. Здесь есть отделение, в принципе, но оно маленькое. То есть мобильничек туда не влазит. И да, два ссаных подстаканника. Но правда есть бардачок. Бардачок такой достаточно вместительный. Причем в самой крышке бардачка есть еще и отделение для мелочей. Шестое. Управляемость также забудьте. Седьмое. Звукоизоляция. Так себе. Восьмое. Столкнулся с вариатором. Мне не понравилось. Но пишет в общем и целом. Автомобиль неплохой, надежный, недорогой в обслуживании. Но не для людей это точно. По расходу. Опять же кто что. В зависимости от стиля вождения. То есть здесь варьируется, причем вне зависимости от двигателя. От 8,5 где-то до 14 литров. Ну, по городу, естественно. В зависимости от стиля вождения. А вот салон на пробеге 100 тысяч. Где-то поскрипывает. То есть поскрипывает где-то в дверях. Вот здесь у меня локтем проминаю. Поскрипывает где-то сзади, справа. И, ну, в общем-то все. То есть сверчки есть, но ничего такого криминального, опять же, нет. Итак, скорость 30 и лежачий полицейский. Да, вполне себе. Скорость 35. Более-менее. Скорость 40 км в час и лежачий полицейский. Да нет, в общем-то без пробоев. А вот есть люди, которым вариатор очень нравится. Что нет задержки, что он адекватный, что он быстро работает и что нет переключений. Вот так. Ксена, он просто супер. Ночью обзорность лучше. Да и лампы служат куда дольше обычных. Динамика во всем. Полностью доволен. Дорогу держит хорошо. Подвеска хорошая, комфортная. Все неровности глотает. Мультируль удобный. Все необходимое на нем. Салон больше, чем в хэтчбеке. Мой рост 185 сантиметров. Места хватает для комфортного передвижения 5 человек. Так, какие у нас косяки еще, ребят, по салону? Вот здесь ткань, которая затирается и, по-моему, никакая химчистка уже здесь не поможет. Плюс, не нравится людям, что нет подсветки на электростеклоподъемниках, но большим недостатком это не считают. Плюс, облазит материал дверных ручек. Окей. Плюс, царапается пластик. Хорошо. Про лакокрасочное покрытие уже говорили, но не ржавеет. Места сзади. Ну, знаете что? Вполне себе, я сам за собой абсолютно нормально сажусь. Поэтому здесь все будет зависеть от посадки, но места здесь более чем достаточно. По багажнику. Ну, вот эта штучка отваливается. Это мы уже поняли. Вот эта. Сабля, как ее называют. Багажник есть и вполне достаточно. Единственное, что меня немножко напрягло, это то, что вот тянем за хлястик. Поднимается у нас ворс, а вот эта вот часть у нас уже отклеилась, оторвалась и не поднимается. Зато, ребята, в багажнике есть и докаточка, и две буксировочных проушины, и домкрат, и знак аварийной остановочки. И все здесь лежит. Естественно, в соотношении 60 на 40 складываются задние сидения. Скажу честно, вот Кашкай меня удивил. То есть, в процессе подготовки к этому видеосюжету, и изучив достаточно много отзывов автовладельцев, Кстати, среди них был еще один случай самовозгорания. Ну, если кому интересно, в отзывах на одном известном сайте найдете и почитаете. Но, а в целом, в целом, то есть, крайне позитивные отзывы. И если бы не вариатор, то я думаю, вообще негатива бы никакого не было. То есть, весь негатив, какой я сумел найти, он, в общем-то, связан с тем, что либо по гарантии затянули с ремонтом, либо, в принципе, люди боятся с ним связываться. Ну, в общем, как-то так. А в целом, автомобиль устраивает внешним видом, по салону, по багажнику, по двигателю, по ходовой. И если машина с механической трансмиссией, то, в общем-то, и с трансмиссией тоже никаких вопросов не возникает. Получается, что за 600 тысяч рублей, в принципе, можно купить кроссовер, да, полноприводный, да еще вот в такой более-менее хорошей комплектации. Нет, правда, климат-контроля, но все же. Но это, скорее, наверное, исключение, чем правило. Но, ребята, кто все-таки планирует приобретение машины с вариатором, неважно, кашка это или другой какой-то автомобиль другой марки, и не обязательно это будет Ниссан трижды. Подумайте, потому что это может обернуться головной болью и очень большими тратами. А с вами был Сан Саныч, канал АвтоТут. Пал Палыч в отпуске, что ли? Почему его нет, не знаю. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и ждите новых видосов. Кстати, на сайте MLRespect, ребята, выберите, пожалуйста, машину для следующего, вот подобного обзора с отзывами и предложениями. И не забываем про скидочку 10 тысяч рублей на любой автомобиль с пробегом в компании MLRespect по промокоду АвтоТут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!